После того, как Путин приступил к полной мобилизации собственных консервов, чтобы те публично озвучивали нужные нарративы, и пошли веерные заявления всяких там Макронов и Берлусканей о том, что Путину надо сохранить лицо, принять его требования, услышать его и так далее, стало понятно, что это последние доводы. В общем, эти персонажи давно имеют черные метки связи с палачом и пока еще не формализованным террористом, но чтобы вот прямо сейчас взять и засветиться, это говорит о многом. Ведь встречным движением из Москвы уже выехали практически все известные деятели и деятельницы, которые работали на жирных должностях в Газпроме и Роснефти. От экс-министра иностранных дел Австрии, с которой Путин выплясывал на ее свадьбе, до Фиона и Шрёдера все покинули путинские конюшни, хоть с недовольным фырканьем, но через увольнение. И вот на этом фоне, когда такая дорогая консерва, как Меркель, и та молчит, некоторые деятели показали свою прыть и тем самым обозначили, что их тестикулы Путин держит крепче всего. С другой стороны, Берлусканю особенно терять-то и нечего, поскольку и возраст у него уже такой, что пора. А с другой, он уже тертый калач и понимает, что если что, то ходкой больше, ходкой меньше уже значения не имеет. Витя Овощ с двумя ходками пошел на выборы и ничего, а у Сильвио всего-то одна. Кстати, удивительно, что вслед за показаниями Мертвичука не опубликованы показания Овоща, которые мог бы чисто и даже сердечно подтвердить показания тезки. Видимо, это еще впереди. Но в любом случае пресса разнесла предложение хфилософа из Рима и добавила философии из Парижа. Правда, у Макрона пока нет ходок вообще, и потому там ситуация несколько иная. Судя по тому, что из себя представляет этот персонаж, его можно считать, если не антиподом Берлусканю, то существом из другого мира, это точно. Аристотель, не путать с Арестовичем, такую категорию людей метко определил так. Ни украсть, ни на шухере постоять. Вот это и есть Макрон. Так что его тестикулы, условно, если они имеются, в руках Путина не так, как тестикулы итальянского друга и даже не так, как экс-президента США Трампа, о котором Путин имеет забавные видосики. Скорее всего, тут сработал компромат иного свойства. Каждый может самостоятельно проделать опыт, который мы использовали уже несколько раз и получили нулевой результат. Он касается описания событий, которые привели Францию в число стран-победительниц во Второй мировой войне. В сети практически нет информации о том, как и почему это произошло. Единственное, что можно выяснить, это инициатива Сталина, а дальше – тайна, покрытая мраком. Ни один из возможных критериев, которые можно формально назвать решающим для принятия такого решения, не срабатывает. По крайней мере, когда речь идет о критериях общепризнанных, а не подковерных. Франция не держала какого-то серьезного фронта против рейха, ее правительство хоть и формально не осталось воевать против Германии, но подписала не капитуляцию, как это описывают источники, а сепаратный мир, что куда более позорно. Ее армия, исключая небольшую горстку военных, не ушла к союзникам, а ее флот англичанам пришлось топить в портах Африки. Да и к завершению войны в рядах войск союзников французов оказалось настолько мало, что эту численность стараются даже не упоминать. Более того, если взять все указанные выше критерии и применить к Польше, то уж она-то была обязана выйти в число стран-победительниц, а также в постоянный состав Совета Безопасности ООН и получить право вета. Польша сохранила правительство в изгнании, которое перебралось в Лондон и стало координационным центром как для сопротивления внутри Польши, так и для сбора той части своей армии, которой удалось выйти из Польши и создать многочисленные воинские формирования, которые всю войну воевали против Германии. Поведение Польши и Франции даже сравнивать нельзя, но отчисленность польских военных, которые сражались против Рейха, в разы больше, чем французов. Отсюда следует, что это было настолько грязное решение и настолько шулерская игра, что даже сейчас, почти через восемь десятков лет, подробности тех событий окажутся настолько отвратительными, что это является компроматом. Скорее всего, все подробности тех событий находятся в Кремле, и там последовательно ставят постойки смирно буквально всех французских президентов, начиная с Шарля де Голля, записанного в эпичные герои. Более того, окажется, что Франция имеет ядерное оружие, место постоянного члена СБ, ООН и прочие ништяки, которые формально относят ее к мировым лидерам, не просто незаслуженно, но и сидит вообще на чужом месте. Не удивительно, что все послевоенное время она ведет себя более чем странно, а та особая позиция, которой так гордятся французы, на самом-то деле имеет мрачную природу, которая однажды таки вывернется на публику. Не исключительно, что угрожая сделать именно это, Путин в очередной раз получил себе карманного президента Франции. Но как ни крути, эти отработали свой номер и впрыснули в информационное пространство нужную Путину риторику. Макрон потом отработал назад и хоть и не отказался от своих слов, но теперь заявляет о том, что Франция будет не просто продолжать поставки Украине тяжелого вооружения, но будет их наращивать. Тем не менее, волну они подняли, и она вызвала ответную реакцию из самых разных мест. Мы не топтались по редакционной статье в Нью-Йорк Таймс, которая детективным образом оказалась опубликованной несколько дней назад просто потому, что это сделали многократно и без нас. Но наверняка каждый натыкался либо на сам текст статьи, либо на ее тезисы, чтобы понимать, о чем там была речь. Собственно говоря, указанные выше сеньоры и мусье, несколько неназванных товарищей и указанная выше статья сработали по одной и той же методичке, из которой торчат лысины и рыбьи глаза Путина. В данном случае мы не станем разворачивать тему по поводу того, как это могло случиться в США, поскольку это сделают и без нас. А мы помним, как проходило голосование в Конгрессе по Ленд-Лизу и помощи Украине в 40 миллиардов долларов. Это одного поля ягодки. Мы просто заметим, что результаты этих голосований все же оказались намного более положительными, чем голосование Конгресса США по поводу Ленд-Лиза Великобритании во время Второй мировой. Тем не менее, в иностранной прессе тема была подхвачена и появился целый ряд материалов контрапутинской подачи. Две из них перевел коллега, который имеет час и наткнение не просто находить эти статьи, но и переводить их для всех нас. Поэтому далее текст перевода в том виде, в каком он к нам пришел. Итак, автор перевода – Бхаковат Дас. «Победа над Путиным. Единственный путь к миру в Украине». «En Applebaum. The Atlantic». В последнее время в прессе можно нередко услышать выражение «off-ramp», то бишь съехать с главной трассы и выбрать боковую, запасную дорогу или, иными словами, принять запасное компромиссное решение. Все, кто говорит о сходе с трассы в Украине, а это делают многие в правительствах, на радиостанциях, в миллионах частных споров, используют этот термин метафорически, имея в виду сделку, которая могла бы убедить Владимира Путина остановить свое вторжение. Некоторые полагают, что такую развязку можно легко устроить, если только дипломаты захотят приложить усилия, или если только Белый дом не будет столь воинственным. К сожалению, предположения, которые лежат в основе этой веры, ошибочны. Первое предположение заключается в том, что президент России хочет закончить войну, что ему нужен запасной выход, и что на самом-то деле он ищет способ сохранить лицо и избежать, по словам президента Франции Макрона, дальнейшего унижения. Это правда, что армия Путина показала не лучшие результаты, что российские войска неожиданно отступили с севера Украины, и кому-то может даже показаться, что они отказались от идеи уничтожения украинского государства. Они понесли гораздо большие потери, чем все ожидали, потеряли внушительное количество техники и продемонстрировали большую логистическую некомпетентность, чем большинство экспертов считали возможным. Но сейчас они перегруппировались на востоке и юге Украины, где их цели, заявленные, остаются амбициозными. Они стремятся измотать украинские войска, измотать международных партнеров Украины и истощить украинскую экономику, которая, возможно, уже сократилась наполовину. Опираясь на доходы от продажи нефти и газа, российская экономика переживает гораздо менее серьезный спад, чем украинская. Не обращая внимания на общественное мнение, российскую армию, похоже, не волнует, сколько ее солдат погибнет. По всем этим причинам Путин вполне может считать, что долгосрочную войну на истощение он может выиграть не только на юге и востоке Украины, но в конечном итоге в Киеве и даже за его пределами. Конечно, именно это кремлевские пропагандисты говорят российскому народу. На государственном телевидении российская армия торжествует, российские солдаты защищают мирных жителей, а зверства совершают только украинцы. За небольшими исключениями никто не подготовил российскую общественность к тому, чтобы ожидать чего-то, кроме полной победы. Второе предположение, выдвигаемое сторонниками отступления, заключается в том, что Россия, даже если она начнет переговоры, будет придерживаться подписанных ею соглашений. Даже обычное прекращение огня предполагает уступки с обеих сторон, а что-либо более существенное потребует более длинного списка заверений и обещаний. Но наглая ложь теперь является нормальной частью российской внешней политики, а также внутренней пропаганды. В преддверии войны высокопоставленные российские чиновники неоднократно отрицали, что они собираются вторгнуться в Украину. Российское государственное телевидение высмеивало западные предупреждения о вторжении как истерику, а Путин лично пообещал французскому президенту, что войны не будет. Все это было неправдой. Никаким обещаниям России в будущем также нельзя верить. Россия также не заинтересована в соблюдении многочисленных договоров, которым она теоретически обязана следовать в том числе Женевской конвенции и конвенции ООН о геноциде. Поведение российских войск в этой войне показывает, что не существует международного соглашения, на соблюдение которого можно рассчитывать. Независимо от того, что он может обещать на мирных переговорах, западные чиновники должны исходить из того, что все украинское население под властью России будет подвергаться арестам, террору, массовым похищениям и изнасилованием в беспрецедентных масштабах, что украинские города будут включены в состав России против воли населения и что, как и в 2014 году, когда российские союзники на Донбассе согласились на перемирие, любое прекращение огня будет временным и продлится лишь столько, сколько потребуется российской армии, чтобы перегруппироваться, перевооружиться и начать все сначала. Путин ясно дал понять, что уничтожение Украины является для него важнейшей, даже экзистенциальной целью. Где доказательство того, что он отказался от нее? Третье предположение заключается в том, что это украинское правительство или любое другое украинское правительство политически способно обменять территорию на мир. Сделать это означало бы вознаградить Россию за вторжение и признать, что Россия имеет право похищать лидеров, убивать мирных жителей, насиловать женщин и детей и депортировать с украинской территории всех, кого пожелает. Какой украинский президент или премьер-министр может согласиться на такую сделку и рассчитывать остаться на своем посту? Российская жестокость также означает, что любая временно уступленная территория рано или поздно станет источником повстанческого движения, потому что ни одно украинское население не может обещать терпеть такие пытки бесконечно. Уже сейчас партизаны в городе Мелитополь, оккупированном с первых дней войны, сообщают, что убили несколько российских офицеров и совершили диверсионные акты. В оккупированном Херсоне зарождается подполье, которое появится и в других местах. Если сейчас уступить территорию для заключения сделки, это просто приведет к новому конфликту в будущем. Прекращение одного вида насилия приведет к другим видам насилия. Это не значит, что война может или должна продолжаться вечно, или что для дипломатии вообще нет места. Это также не означает, что американцы и европейцы должны быть слепы к реальным проблемам, которые будет представлять для Украины длительный конфликт. Западная коалиция, поддерживающая Киев, может, конечно, распасться. Волна адреналина, которая до сих пор двигала украинским руководством, может пойти на спад. Армия Украины никогда не перестанет сражаться. Но экономика Украины может ухудшиться, что сделает борьбу гораздо более трудной. Но даже в этом случае съезд с трассы будет неверной метафорой и неверной целью. Запад не должен стремиться предложить Путину офф-рэмп. Нашей целью, нашим Эншпелем должно быть поражение. На самом деле, единственное решение, которое дает хоть какую-то надежду на долгосрочную стабильность в Европе, это быстрое поражение или даже, если воспользоваться выражением Макрона, унижение. По правде говоря, российский президент должен не только прекратить войну. Он должен встать перед фактом, что война была ужасной ошибкой, которая никогда не может быть повторена. Более того, люди вокруг него, руководители армии, служб безопасности, делового сообщества должны прийти к точно такому же выводу. Российская общественность тоже должна в конце концов прийти к этому выводу. Поражение может принять несколько форм. Оно может быть военным. Белый дом должен сейчас увеличить не только уровень, но и скорость своей помощи Украине. Он должен предоставить оружие дальнего радиуса действия, необходимое для возвращения оккупированной территории, а также, возможно, помочь в более быстрой доставке этого оружия. Поражение может быть экономическим в виде эмбарго на поставки газа и нефти, которое окончательно отрезает Россию от источника ее доходов и продлится, по крайней мере, до окончания войны. Поражение может включать создание новой архитектуры безопасности, основанной на новых видах гарантий безопасности для Украины или даже вступления Украины в НАТО. Оно должно существенно отличаться от Будапештского меморандума 1994 года, в котором Украине были предложены гарантии безопасности, которые вообще ничего не значили. Поражение может также включать более широкие санкции не только против нескольких избранных миллиардеров, но и против всего российского политического класса. Хотя говорить об этом считается недипломатичным, американская администрация четко знает, что поражение, оттеснение или устранение Путина – это единственный результат, обеспечивающий долгосрочную стабильность в Украине и остальной Европе. Путин, сказал Джо Байден в марте, не может оставаться у власти. В апреле Ллойд Остин сказал, что он надеется увидеть Россию, ослабленной до такой степени, что она не сможет повторять то, что она сделала, вторгшись в Украину. Оба эти заявления американского президента и его министра обороны были расценены как ляпы или политические ошибки, непродуманные замечания, которые могли бы вызвать раздражение у русских. На самом деле это были полувысказанные признания уродливой реальности, которую просто никто не хочет признавать. Любое прекращение огня, позволяющее Путину ощутить хоть какую-то победу, будет по своей сути нестабильным, потому что оно побудит его пытаться продолжать делать то же самое. Победа в Крыму не удовлетворила Кремль, победа в Херсоне также не удовлетворит Кремль. Я понимаю тех, кто опасается, что столкнувшись с неминуемым поражением, Путин попытается применить химическое или даже ядерное оружие. Я опасалась того же в начале войны. Но отступление из Киева и Харькова показывает, что Путин все-таки не иррационален. Он прекрасно понимает, что НАТО – это оборонительный альянс, поэтому он без колебаний принял заявки Швеции и Финляндии. Его генералы делают расчеты и взвешивают затраты. Они прекрасно понимают, что цена всех достижений России слишком высока. Цена применения тактического ядерного оружия была бы гораздо большей. Оно не принесет никакого военного эффекта, но разрушит все оставшиеся отношения России с Индией, Китаем и остальным миром. Сейчас нет никаких признаков того, что ядерные угрозы, о которых так часто упоминают российские пропагандисты на протяжении многих лет, реальны. В отличие от этого, настоящее поражение может ускорить свершение того, что должно было произойти в 90-х годах, в момент, когда Советский Союз распался. Но Россия сохранила все атрибуты и безделушки Советской империи – место в ООН, посольство, дипломатическую службу за счет других бывших советских республик. 91-й год стал моментом, когда россияне должны были осознать глупость имперских замашек Москвы, когда они должны были понять, почему так много их соседей ненавидят и боятся их. Но российская общественность не усвоила этот урок. В течение десятилетия Путин, переполненный обидами, убедил многих из них в том, что Запад и весь остальной мир им чем-то обязаны, и что дальнейшие завоевания вполне себе оправданы. Военный проигрыш может создать реальную почву для серьезных перемен, как это часто случалось в прошлом в России. Только поражение может убедить самих русских поставить под сомнение смысл и цель колониальной идеологии, которая на протяжении десятилетий постоянно приводила к обнищанию и разрушению их собственной экономики и общества, а также экономики и общества их соседей. Очередной замороженный конфликт, очередное временное сдерживание, очередной компромисс для сохранения лица не положит конец российской агрессии и не принесет постоянного мира. Следующая статья. Не беспокойтесь о чувствах Путина. Россия должна заплатить за свое вторжение. Автор Макс Бут, Вашингтон-Пост. Прошло больше месяца с тех пор, как российский диктатор Владимир Путин, не сумев взять Киев, начал наступление на Донбасс на востоке Украины, чтобы увидеть хоть какой-то проблеск победы в своей агрессивной войне. Российское наступление, похоже, затухает, а крупное украинское контрнаступление еще впереди. Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, прогнозирует, что российская армия потерпит поражение к концу лета и что Украина вернет себе все территории, которые она потеряла с момента начала вторжения 24 февраля. Хотя кому-то этот сценарий может показаться слишком оптимистичным, он более вероятен, чем любая российская победа. Но вместо того, чтобы праздновать успехи украинцев, многие на Западе реагируют с трепетом. Президент Франции Эммануэль Макрон предупреждает, что Россию нельзя унижать. Италия продвигает свой собственный мирный план из четырех пунктов. Редакция газеты New York Times укоряет, что решительная военная победа Украины не является реалистичной целью и советует Киеву пожертвовать части украинской земли ради мира. Это напускной реализм. Учитывая, что весь мир ожидал, что Киев падет в течение трех дней после российского вторжения, говорить о том, чего Украина может или не может добиться на поле боя, это верх высокомерия. Учитывая ужасы, которые Россия творила на завоеванных ею территориях, включая изнасилование, убийство и депортацию, настаивать на том, чтобы Украина передала любой свой народ под бессрочную российскую оккупацию, это верх бесчеловечности. А учитывая, что Россия не проявляет никакого желания прекратить войну или вступить в серьезные переговоры, это верх наивности, воображать, что уступки Украины сейчас приведут к окончанию войны. Более вероятно, что Путин расценит любые упреждающие уступки как признак слабости и просто удвоит свои усилия так или иначе одержать верх. Пора перестать беспокоиться о том, чтобы не задеть чувства Путина. С самого начала именно такой образ мышления привел к вторжению в Украину. Россия уже не раз нападала на других. Вторжение в Грузию в 2008 году, захват в Крыму в 2014 году, бомбардировки Сирии с 2015 года, кибератака на президентские выборы в США в 2016 году, отравление диссидентов на Западе. И Запад никогда по-настоящему не пресекал их, поскольку считал, что мы должны поддерживать диалог с Москвой. Хватит лебезить. Россия должна потерпеть такое сокрушительное поражение, чтобы прошло много десятилетий, прежде чем другой российский лидер задумается о нападении на мирного соседа. Чего все боятся? Сейчас Путин уже не способен на большую эскалацию. Его ВВС сдерживают не терпение, а украинские ПВО. Но опасения, давайте будем честными, заключаются в том, что если Путина унизят, он применит ядерное оружие. Но шансы на то, что Путин нанесет ядерный удар по стране НАТО и начнет Третью мировую войну, бесконечно малы. Если Путин применит ядерное оружие, то против Украины. А украинцы готовы пойти на этот небольшой риск, чтобы защитить свою страну и весь цивилизованный мир от злой агрессивной войны. Мы спокойно сидим и наблюдаем за войной со стороны, и поэтому не имеем права указывать украинцам, какими должны быть их военные цели. У нас есть моральное и стратегическое обязательство просто поддержать их. Украинцам нужно больше оружия Запада, включая ракетную артиллерию «Хаймарс» и истребители Ф-16. Им не нужны лекции от сторонних наблюдателей, которые утверждают, что лучше них знают, что отвечает их собственным интересам. И добавим в качестве послесловия. Мы не раз и не два писали о том, что бесполезное и бестолковое топтание по теме возможного применения Путиным ядерного оружия – это спекуляция из разряда «кто не хочет, ищет причины». Путин – животное, не поддающееся анализу, с точки зрения здравого смысла при этом. И если ему захочется поиграться в ядерную войнушку, то для этого будет достаточно только его желания. Причем это желание может возникнуть просто потому, что он спал не на том боку, или принимаемые препараты ему подстегнули ШИЗУ. То есть это не зависит вообще от того, что мы или кто-то еще делаем, будем делать или не будем делать. Это вообще другое. Здесь речь может идти всего о двух факторах. Реальном состоянии их ядерного оружия, по поводу чего имеются большие вопросы. И способности Запада на это правильно отреагировать. По второму пункту США и Британия уже сделали прямые заявления. Так что такие речи мы рассматриваем с точки зрения того, чей казачок их произносит. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова